добрый день сегодня 7 апреля 2021 года праздник благовещения в этот праздник поздравляю вас конечно хочется поговорить о благой вести о евангелии о евангелии господа нашего иисуса христа частью частью этой благой вести является его предсказание о том что придет в конце времен судить живых и мертвых что он не просто воскрес и вознесся на небеса и оттуда управляет всем миром но и в конце он придет как судья этого мира и каждому воздаст по его делам то есть все те несправедливости которые мы иногда с ужасом иногда с отвращением иногда уже чуть ли не в отчаянии наблюдаем нашем мире все они рано или поздно закончатся и наступит новая жизнь новая жизнь где восторжествует правда любовь радость мир и все те кошмары которые нас сейчас окружают прекратятся ну давайте поговорим о том теперь в каком именно мы сейчас находимся положение давайте перейдем практике сегодняшнего дня опять мы поговорили поговорили о боге поговорили о человеке поговорили о том что человек есть образ божий каких действий от нас требуют эти знания эти высокие догматы высокие теоретические положения какой жизни они от нас требуют и каких действий они от нас требуют прямо сейчас вот в этом самом мире где мы прямо сейчас живем мое глубокое убеждение что мы живем очень близко концу истории человечества сейчас весна настроение хорошее птички поют солнышко сверкает природа пробуждается к жизни а вот у человечества глубокая осень зима катит в глаза мы накануне открытого уже воцарения антихриста персонажа мировой истории предсказанного господом нашим иисусом христом еще две тысячи лет тому назад он сказал господь наш сказал иудеям что вот христа то вы не признаете настоящего который пришел во имя божие того кто придет свое имя да не от бога его то вы признаете своим своим царем своим владыкой и даже богом признаете его это уже не из евангелия это из апокалипсиса в апокалипсисе говорится о том что люди будут поклоняться антихристу как бог это будет последний правитель человечества который будет править всем миром из иерусалима и он объявит себя богом он поставит себя выше всего объявит себя всевышним заставит всех поклонять будет заставлять всех поклоняться своему образу как вот мы христиане поклоняемся образу господа нашего иисуса христа его святым иконам так же он подоставит везде своих образов и будет заставлять всех им поклоняться и вот вот эта вся история с пандемией история с вакцинацией вот сейчас уже продолжающаяся да вся она является подготовительным этапом к его воцарению впереди у нас наверное еще мировая война да но мы уже сейчас видим основные черты этого царства до царства антихриста это зверство да это зверство это уничтожение достоинства человека это присвоение людям каких-то числовых идентификаторов сведения да людей будут сводить по уровню узлов компьютерной сети какой-то да уже сейчас при вакцинации людям присваивают товарные коды qr-коды вот без которых очень скоро нельзя будет ни продать ни купить как сказано в апокалипсисе и вот мы как бы издали видим эту огромную волну да бедствий поднимающиеся на горизонте и очень быстро приближающиеся к нам волна лжи и насилия всех людей на земле будут заставлять поклоняться ложному богу все религии будут уничтожены истинная религия будет конечно уничтожаться с наибольшим с наибольшим остервенением самое пристальное внимание будет уделено уничтожению настоящей правильной истинной религии что мы можем сделать нам нужно задуматься что мы можем сделать кроме того чтобы просто смотреть как эта огромная волна это цунами высотой до неба к нам быстро приближается конечно в первую очередь надо сказать что благая весть в чем еще заключается в том что все это будет недолго Господь прямо сказал что он сократит эти дни ради нашего спасения что он сократит будет это недолго будет очень тяжело так никогда не было тяжело настала скорбь какой не было с тех пор как люди на земле но это будет очень очень быстро все пройдет вот недолгое время с другой стороны после этого придет Господь судить живых и мертвых тоже прекрасная благая весть ну и третье что очень утешительно что Господь каждому человеку даст возможность выбрать сказал сказал он прямо что Евангелие должно быть проповедано по всей земле во свидетельство всем народу и оно будет проповедано вот это его слова оно должно и будет проповедано те кто поклонятся антихристу поклонятся ему по своей воле у людей будет возможность решить с кем они с богом или с с антихристом и с сатаной но нам то что делать вот мы хотим быть с богом и мы видим как на нас надвигается это огромная огромная волна бедствий что мы должны пока еще антихрист не воцарился открыто что мы должны сделать как мы должны поспособствовать вот этой проповеди Евангелия по всему миру как мы должны собраться воедино и что мы должны все вместе сделать православные христиане наверное для начала каждый из нас должен сесть и подумать ну конечно перед тем как сесть и подумать надо помолиться хорошенько но на это у нас уже целый год был уже целый год видно к чему дело идет вот уж целый год мы наверное все молимся чтоб господь открыл нам куда нам двигаться и что делать наверное пришла пора и подумать сесть и задуматься а что мы должны как сообщество как церковь сделать накануне воцарения антихриста после воцарения уже понятно там там будет ни до чего особо там не соберешься вместе там больше трех скажет не собираться вот наверное даже больше больше двух скажет не собираться вот вот а что мы пока мы можем еще собраться воедино и сделать что-то как общество что мы должны сделать ну лично мне вот видится что мы должны обеспечить возможность возможность знать правду для каждого человека на земле должен быть должен быть какой-то источник правды на земле создан нами такой источник из которого доносились бы слова правды так чтобы каждый человек если он захочет его услышать мог его услышать об этом я говорил в конце первого года нашего курса и для начала конечно хотелось бы нам чтобы мы все собрались воедино во единое сообщество а для этого нам нужно общее дело по распространению правды по распространению евангелия тут много может быть возможных вариантов но мне вот видится как-то на данном этапе получится это или нет я не знаю последние дни мне приходит в голову такая мысль что хорошо бы нам было организовать общероссийскую газету православных христиан которая бы распространяла правду о всем происходящем вот и это общее дело которое нас объединило бы мы бы собрались в одно сообщество объединенный вот этой целью распространение правдивой правдивых сведений обо всем что происходит о том что нас ждет и что нам нужно делать вот если поставить себе такую задачу мне кажется вот можно уже приступить к объединению усилий каждый может какую-то посильную посильную лепту внести в это благовестие сегодня благовещение вот давайте каждый постараемся в это общее дело благовестия общее дело распространение евангелия внести мне кажется это это очень ценно было бы и очень важно и наверное вот ну мне кажется мы обязаны попробовать это сделать то есть не просто разбежаться по углам нам да спасаться от антихриста он нас всех найдет по всем углам вот накануне его воцарения наверное открытого воцарения нам нужно дать ему в зубы все таки напоследок дать ему в зубы испортить ему аппетит испортить ему настроение а главное помочь людям помочь людям услышать правду услышать евангелие услышать о христе ту самую проповедь которую начали апостолы после его воскресения и о которой господь сказал что она должна и будет и будет совершена все народы должны и узнают о христе все они узнают евангелие ну конечно это не значит что они его примут и последует ему но возможность возможность этого должна быть предоставлена каждому народу вот нам нужно призадуматься как же вот нам это это сделать что нам для этого нужно как господь сказал вот вот когда человек строит башню он садится и рассчитывает издержки есть ли у него материал то какую ему башню можно построить а то положишь фундамент и не сможешь завершить нам надо подумать что же мы можем и что бы нам и что мы должны сделать ну ладно чтобы не делать слишком длинным я здесь остановлюсь и вот я